Будь моей, я буду каждое утро приносить кофе в постель. Ты дурак что ли, я замужем? Ок, понял, два кофе. А я у тебя пакет с вискарем забыл. Да, спасибо. Доктор, мне кажется, что я слишком навязчив. Закройте дверь туалета и дождитесь меня в кабинете. У бати был плохой день на работе, поэтому он вернулся домой с ужасным настроением. Побродил по квартире и, не найдя за кого зацепиться, пошел к младшему брату в комнату. Поставил минутку, послушал голос, доносящийся из колонок и прокомментировал слух. Опять ты всякий бред смотришь. На это ему полегчало, он ушел к себе, а учитель, проводивший видеоурок, тактично промолчал. Школа, характер дома будешь показывать? Дома. Характер мужу показывать будешь? Муж, не надо мне тут свой характер показывать. Вопрос, когда можно будет показывать характер? Повезло тем, кому сейчас за сорок. Они наделали много глупостей в молодости, но тогда не было интернета и теперь нет доказательств. Интересно, я один такой, которому, чтобы уснуть, надо не выключить телевизор, а как раз таки его включить. Если вы, проходя по коридору, услышите, как ваша жена или девушка, разговаривая в комнате с подругой по телефону, говорит, и моет то же самое, можете быть уверены, вас там не хвалят. Без волшебных матов гайку не открутишь. Все едут на море, но я же не все. Да, кошаки умеют удивлять. Наш котяра недавно тоже отличился. Нашел где-то на улице механические наручные часы и незаметно притащил их к нам на кровать. Да так, что те завалились под матрас в районе изголовья. Я тогда чуть с ума не сошел, пытаясь понять, что это за тикающий звук и откуда он доносится. Девушка уже хотела дурку мне вызвать. А, ты уверен, что это кот часы притащил? Продолжение следует...